И всем привет, друзья, ребятушки, с вами Юран Кэда, Бритый, я Бритый, и как непривычно сразу спустя там другой видеоролик, уже меня видите лысым, лысым, да, не подумайте, нет у меня ни в ших, просто такая некая подготовка, подготовка просто к христианскому лагерю, дабы мне головёшку свою потом не намывать, лишний раз и воду, так сказать, не тратить. Ну что ж, комплект разработчика Metro Last Light Redux, у нас с вами и мы играем в, как они назывались, новые задания, давайте посмотрим, узнайте метро с новой точки зрения, у нас с вами спартанец, ну, наверное, выберем сложность, нормально, у нас с вами здесь, узнайте метро с новой стороны, с помощью комплекта разработчика, загляните на стрельбище, где вы сможете опробовать любое оружие из игры, посетите музей, где все существа и персонажи мира метро предстанут перед вами во всех подробностях, сразитесь с грозными противниками на арене. Ну что ж, что-то, наверное, у нас с вами предлагается интересное, но это... Кто-то у нас с тобой шагает в темноте, в этими ночной пресвете дня, вкручу я диск своего руля, ну-ка, ага, комплект разработчика, кто-то открыл нам дверь, какая-то бабища, походу, зашла, я так понимаю, да? У нас с тобой вид, наверное, сейчас будет в 2D, как GTA 2. После того, поднимаемся на лифте куда-то очень высоко, по всей видимости, это какой-то начальник метрополитена. Здорово. На нас какой-то узкоглазый посмотрел. Епошка, наверное. Музей. О! Крыски, мышки, здрасте. Стрельбище, арена. 14 этаж, почему не на 14, почему не какой-то другой, здорово. Братан, это Брюс Лид, что ли? А, нет, показалось. Со шваброй сидит, у него швабра. Как у тебя швабра на воздухе висит? Нет, походу, это Брюс Лид, если швабра на воздухе висит. Музей. Ну, давай откроем музей, посмотрим. Для начала давай глянем музей, давай что-нибудь такое, не самое, так сказать, что-нибудь интересное. Нач, нач станции, начальник станции, видимо, какой-то у нас свой мужик на красном плакате. Папа Римский, что ли? Это, ну, если исходя из Римской империи, да, как бы здесь что-то нарисованное. Я не думаю, что это, хотелось бы сказать, может быть, что-то некое подобие Иисуса. Если это Пилат, вот здесь нарисован, если это Пилат изображен, то здесь, возможно, изображен Иисус. То, что в одни Пилата был Иисус, 33-й, примерно, года нашей эры. Какие-то три толстяка. Вообще, я бы сказал бы, нет, не сказал бы, не знаю, кто это, с кем это. Здрасте. О, ребята. А как оно? Я нажал кнопку. Так, а, смотри, что можно сделать, прикинь. А, показывают анимацию нам с тобой, ага. Показывают, как они ходят, как они бьют. Да, у нас-то, в общем, он закрывался своими этими, это креветка у нас с тобой. Вот это я тоже помню. Это, наверное, библиотекарь, да, я так понимаю? Нет, это не библиотекарь, или библиотека. Нет, это медведь, это мишка. Это у нас с тобой, да, это чисто такой среднестатистический российский медведь. Именно как его представляют, наверное, за рубежом. Когда-то балалайки ему еще не хватает, и водки. Обычно так представляют. Во, лапами, хорош, пошагал. О, хорош, зарычал, закричал, захаркал. Все, что ли? Все. Вроде все понятно. Сейчас ничего необычного нету. Это у нас с тобой какой-то офицер... С рейха. Кстати говоря, я его не видал, я не знаю, кто это такой. Что такое? Руки в боки. А у меня больше никаких других позиций нету, ничего не умеет. А только ходить, разве что. Он даже молчит, посмотри. Бегать умеет. По бегу он очень сильно похож на лысого хитмана. Кстати говоря, очень, по-моему, это хитман, а блотмани, лысый кровавые деньги, он по бегу похож просто на него, по анимации. Там, примерно, он также такие же движения выполнял. Это мы с тобой помним. Корбут. Это у нас с тобой этот, который нас туда кинул, бросил. Это какой-то военный красный армию. Что он здесь вообще делает? Со звездой. А, это, походу, один из коммунистов. Из красных. Если я правильно понимаю. Что-то у нас с тобой такое. Это мы тоже помним, забыл, как его зовут. Это у нас с тобой из Парты, все ребята наши. Это Хан. Конечно, такой, как бы, не забывается. Это у нас с тобой наша бабища, Анна. Да, Аннушка? Да, она тоже. This is Parta. Ага. Ну, короче, по-другому ничего она делать не умеет. Она умеет только, только как на фотосессии позировать. Больше ничего, что-то у нее не получается делать в этой жизни. Ну, и ладно, ходить еще умеет. Ну, и бегать побежала подруга. Все, молчит, ничего не умеет говорить. Написано было, представлено перед вами во всех подробностях. Где здесь во всех подробностях, кто передо мной предстал? Это ребята в тяжелой броне. Это с Рейха. Это я не знаю, кто это такой вообще. Тоже, походу, один из них. Хотя здесь вообще не написано о том, кто это такой. С прибором ночного видения. Ну да, достал автомат. Ага. Идет, шагает. Бежит, наверное, да, сейчас будет? Да, бежит. Что еще умеет? Все. Больше ничего он не умеет, на самом деле. А, скрыть, показать подсказку. А, это только скрыть, показать подсказку, ребятушки. Не-не-не. У нас с тобой толстый. Это все из креветок. Мы помним из общества креветок. Это у нас с тобой крыса. Мы с тобой помним такую мордастую. Это у нас с тобой пауки, скорпионы. Всех этих ребят мы знаем. А, это все, что ли? Это... Это серьезно, это весь музей? А библиотекарей здесь нету. Это кто-то, походу, из разработчиков, походу, из Mortal Kombat. Они там тоже, по-моему, так любили делать. Там тоже где-то у них был какой-то музей. И кто-то у них тоже так любил делать. Стоп, говорят. Стоп, машина, стоп, махина. У нас с тобой станция метро. Нарисован. Видишь, я даже как... Смотри, как от физикса, от расширенного волосы развиваются волосатые. Здесь какой-нибудь кадр бы мне выбрали по-хорошему. Вот, может быть, так вот я потом буду пролистывать. Надо будет потом выбрать в музей так. Картинку поставить. Маленькие птички летают. Это бабочки, наверное, какие-то мутированные, московские. Летучие мышцы типичные. Здорово. О, хорош, Вера, очках. Прикинь, всё. Отработали, батюшки мои. А как так получается? Что я повернул головой, а он уже здесь. То там, то здесь. Это как такое? Ну и ладно. Кто-то рычит. Кто всё время рычит, я не понимаю, на меня. Пойдём сюда посмотрим. Что здесь предлагают? Арена и стрельбище. Арена неплохая штука, на самом деле. Можно было бы, кажется, взять бы в стрельбище. Так. Как написано было, всё оружие предлагается. Мы с тобой не постреляли с чего? А мы с тобой постреляли со всего. Нам здесь ничего необычного, ничего здесь изоурядного, сверх такого интересного у нас с тобой нету. Вот такое только, если автомат. Пистолет улучшенный. Дротики заберём, всё. Можно сходить на стрельбище, посмотреть, что у нас с тобой здесь будет. Так, нежить. А. Кто это? Товарищи, у нас твери! Это чё за нежить? Смотри, реально нежить. Какие-то ребята... С черепами. Какие-то терминаторы, нихрена себе. Прикинь. Манекен, а чё они толку? Всё, раз исчезли. Вот это, кстати говоря, во! А вот это посерьёзнее пошла пушка. Сейчас мы узлом уставо врубим, испытание один. Всё, забрали все патроны. Не, а чё нам толку-то от этого? Подожди. Давай вот такой возьмём дробовик. Где он был? Короче, винтовку возьмём и дробовик этот суперский. Гатлинг. Вот это тема. Вот этого мы с тобой в оригинальной самой игре, в оригинальной игре мы с тобой не видели. Гатлинг? Какой-то привет. Вообще, если придаётся винтовка, способ поражения даже укрытия. Ему лучше снайперская винтовка. И вместо вот этой мы возьмём... Те, конечно, любители на самом деле снайперских винтовок, но я вам признаюсь честно, в метро снайперские винтовки здесь вообще не особо актуальны. Здесь огромных расстояний просто нигде не бывает. А, Гатлинг ещё один мы взяли. Вот это возьмём туда с тобой. Вот такое мы с тобой поставим пушку, несколько стволов, маховик, стабилизатор. А, смотри, гироскопический цереблятор заметно облегчает утяжение гатлинга цели во время стрельбы длинными чередями. Заменяет пружинами механизм арсурдки булков стволов, позволяет поддерживать вращение сколько угодно, сколько угодно долго. Нет, нам не нужно, а вот это возьмём. Ну и приклад. Приклад! Упор для катлинга, прикинь, приклад можно взять. 4Х прицел. Такой мы возьмём с тобой, ну вот такой возьмём. Некую модификацию, здесь больше нечего у нас тут прокачать. Ниже 30 метров. На тебе! А, правда, однозарядная, это вообще трындец какой-то. Прикинь, вообще смотри. Ну-ка. Стоять бояться. На тебе! Смотри, стенки все расфигачили просто. Бабах! Как они разговаривать умеют? Они же нежить. На тебе! О-о-о-о, пошла жара! Давай, ребята спотыкаются! Как-то вообще медленно он стреляет, что за бред? Там он, по-моему, быстрее стрелял у нас в одном из дополнений, самых первых. Вообще, смотри, они урабатываются просто. Они по мне попасть, что ли, не могут, я не понимаю. Ребята, вы чё? Перезарядка. На тебе! На тебе! На тебе! На тебе! Бах! Хорош, в грудинку-то моего. На тебе! Как они могут разговаривать? Ну-ка, дай-ка мне патроны. Во! Гранатки полетели, ребятки! Бабах! Бах! Да это бред, я вам прям подляшки стреляю, прям в неё попадаю. Чё за чушь? Меняя трусы! На тебе! Короче, в общем, всё понятно, ребятушки. Прикольно. Прикольно. Давай теперь сразимся на арене, наверное, и всё, и мы с тобой больше... С тобой возиться не будем. Конечно, получается, что-то очень интересное, что-то очень прикольное. Здесь я так чувствую, на арене сейчас реально будет жёстко. Страж. Кто такой страж? А, ну страж, это ерунда, на самом деле. Креветка. А, ну здесь изичные. Это, типа, они друг против дружки, что ли, будут драться? А, они друг против дружки дерутся. Типа, короче... А мы можем, интересно, повлиять на этот бой? Я так чувствую, что мы... Нет, я чувствую, что не можем. Я так чувствую, что мы просто можем... Просто посмотреть. Видите, как всё это выглядит. Мы с тобой можем ставить, короче, народ. Может, я всё-таки могу как-то на это повлиять? Короче, помогать одному или второму. Поможем стражу, потому что это слишком лютое, ребята. 2-5, смотри, как мы с тобой можем сделать. Собственно, сейчас поставим, короче... Людей. Поехали, ребята. Я могу к ним прийти. А кто против кого, правда, будет? Я за них? Кто за кого-то? Я на чьей стороне вообще? А, походу, на стороне вот этих. Давайте, ну-ка. Или я... Или мои патроны вообще... А, во, бьют, смотри меня. Смотри, что делать. Ребята, защищайте меня. Спасить, помогите. Нормально. Вот бой у нас с тобой попёр. Хорош. Ну-ка. А как мне стрелять-то? Ёлки, а чё случилось-то? Чё я делаю-то? А, ну смотри, она разрядилась, прикинь. Во. Ребята, простите. Случайно вас, походу, подстрелили. У них зелёные, видишь, лазеры у наших, а у этих красные. Как определяется, кто друг, кто враг. На тебе. На тебе. Да на тебе. Нормаста тема, смотри. На тебе. На балдашник, смотри, как забубенили ему. На тебе, сквозь текстурки, сквозь объедки. Объедки. Хорош, смотри, кто с гранатомёта стреляет, прикинь. Ребята, додумались гранатомёт взять. Прикинь, что у них пушки с каждым разом всё лучше и лучше, походу. На тебе. Кто там у меня стреляет? Успокаиваемся. На тебе. На тебе. Кто кого? 9.46 в нашу пользу. Да куда ты там ляжки свои прибрал? Руки свои убери от меня. Ну-ка, на тебе. Бах! Это жесть какая-то. Они реально с гранатомётов что-то стреляют, я не пойму. Ну, в общем, ребяшки, долго я, в принципе, не вижу смысла что-то дальше. Надо с тобой, так сказать, наблюдать. Вроде нажал с милы дня и ночи, но что-то у нас с тобой ничего не меняется, на самом деле. Ну, примерно как-то так всё у нас с тобой прикольно и интересно выглядит. А на этом пока что всё. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Вот такой вот у нас с вами был раздел режим разработчика. В принципе, прикольно, интересно, необычно, но как такое себе. Так что, скоро увидите, если не покучаюсь, будет очень много всего крутого. И, не менее, интересно. Ого, сам ваш Юранка. Спасибо за внимание, до новых встреч. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. В общем, в качестве гайда, флэцплей, всё круто, сможете идти мне на канале. А, мы с этой позиции не можем пробивать, пока мы туда вниз не спустимся, я понял. Так что, до новых встреч. И пока-пока, ребяшки, не переключайтесь. А был ваш Юранка.